О том, что гигантская змея существует, знают многие, но немногие знают, что подобные сведения носят противоречивый характер, поскольку с анакондой связано много легенд и много мифов. Поэтому сложно выяснить, в чем заключается правда, а где вымысел. Скорее всего, что проблема связана с действительно большими размерами живого существа, а также с местами обитания, которые находятся в весьма труднодоступных для человека местах. Гигантскую змею называют по-разному. Зеленая или обыкновенная анаконда, а также водяной удав. Интересно знать. Впервые упоминание об анаконде появилось около полутысячи лет назад в художественном произведении. Автор его описывал змею огромных размеров, длиной порядка 20 футов, которая отличалась красноватой головой и зелеными глазами. Когда ее убили, то в ее животе нашли целого олененка. Анаконда известна как самая крупная змея, обитающая на нашей планете, при этом стоит заметить, что самки намного длиннее самцов. Как правило, средние размеры этих присмыкающихся находятся в пределах 4-6 метров, хотя некоторые зоологи мира утверждают, что встречались с анакондой, длина которой составила больше 8 метров. Многие специалисты считают, что подобные размеры являются исключением из правил, поэтому различные истории о пойманных анакондах, длина которых составляла больше 10 метров, является ничем иным, как вымыслом. Это же касается и случая, когда в 1944 году была поймана крупная змея, длина тела которой составляла 11,4 метра. Скорее всего, что те, кто ее поймал, сильно преувеличили размеры. Анаконда характеризуется наличием тела бледно-зеленоватого окраса, полностью покрытого светло-коричневыми пятнами овальной формы, при этом с боков можно увидеть еще и круглые серовато-желтые отметины, чередующиеся с пятнами. Характер окраса позволяет анаконде с легкостью маскироваться среди опавшей листвы, а также других элементов растительности. Находясь в воде, анаконда может оставаться незамеченной среди водной растительности, поджидая свою потенциальную жертву. Основу тела анаконды составляет хвост, а также позвоночник с ребрами, которые отличаются высокой эластичностью. При заглатывании добычи они способны сильно изгибаться, особенно если это достаточно крупная добыча. Кости черепной коробки не менее эластичные, поэтому анаконда с легкостью заглатывает крупную добычу. Язык анаконды обладает такими же функциями, как и языки других змей. С помощью достаточно подвижного языка змей изучают окружающую среду, а также общаются. Все тело покрыто твердой и сухой чешуей в виде брони, защищая его от врагов, а также от внешних воздействий. Если чешую потрогать руками, то она достаточно гладкая и скользкая, поэтому поймать присмыкающиеся не так просто. В процессе леньки кожи анаконды сбрасывается одним целым в виде челка, при этом анаконде приходится активно теряться об различные элементы на земле в виде камней или камней. Анаконда является типичным представителем влажных тропических территорий, а также водоемов Южной Америки. Основная масса этих крупных змей обитает на территории Венесуэлы, Парагвая, Боливии, а также в джунглях Гвианы, Гаяны и Перу. Из-за труднодоступности мест обитания, а также скрытности, до сих пор ученые не могут дать точной оценке общей численности этих гигантских змей. Данная проблема не решена и в наши дни, поэтому можно оперировать лишь приблизительными данными. В Красной книге отмечено, что угрозы для исчезновения вида отсутствуют. Это является свидетельством того, что невозможно отследить динамику развития популяции. Многие специалисты считают, что анаконды мало подвержены ряду негативных факторов, влияющих на общую численность. Анаконду можно увидеть во многих зоопарках мира, хотя создать благоприятные условия для их размножения весьма сложно. Находясь в условиях неволи, эти удивительные создания живут в среднем около 10 лет, редко доживая до 20 лет. Большую часть своей жизни анаконда проводит в воде, выбирая для своей жизнедеятельности тихие и теплые акватории рек, заводей и протоков. Анаконда встречается в различных озерах, входящих в бассейн реки Амазонки. Анаконда появляется на берегу, чтобы погреться в солнечных лучах или поохотиться, затаившись среди листьев и другой растительности густых тропических зарослей. Зачастую можно увидеть, как анаконда отдыхает, взобравшись на огромное дерево. В случае опасности она быстро возвращается в водоем, где она может находиться под водой длительное время, чувствуя себя в безопасности. Когда наступает период засухи и реки пересыхают, то эти присмыкающиеся зарываются в выл или в прибрежный грунт, где находятся без движения до наступления периода дождей. Интересный момент. Ноздри и глаза анаконды размещены ближе к верхней части головы, что позволяет ей выслеживать свою добычу, находясь полностью в воде, выставив только верхнюю часть головы. Благодаря такой способности анаконда может быстро реагировать на приближающуюся опасность. Когда змея находится под водой, ноздри закрыты специальными перепонками. Гигантские размеры анаконды не спасают от нападения ягуаров или кайманов. Раненая змея сразу же привлекает внимание пираний, которые в составе многочисленной стаи с легкостью справятся с раненым присмыкающимся, несмотря на размер. У анаконды, особенно в молодом возрасте, достаточно много природных врагов, в том числе и тех, что также проживают в водной среде. К подобным хищникам относятся крокодилы, которые не против полакомиться молодой анакондой. Как правило, больше нападению подвергаются больные старые или ослабленные особи, особенно в период засухи. И все же основным врагом является человек, который охотится на этих гигантских змей ради удовольствия, не задумываясь над последствиями. Большим спросом пользуется кожа анаконды, что привлекает браконьеров. Они наносят огромный урон общей численности этих удивительных живых существ. Как правило, их не останавливают непроходимые джунгли, а также различные опасности, подстерегающие на каждом шагу.